Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Продолжаем говорить о комнатных цветах. Сегодня в нашей студии фиалка. Наверное, именно об этом растении сегодня и пойдет речь. Не случайно, ведь, Наталья Викторовна, уже стала традицией, то, что появляется на нашем столе, обязательно становится героем и темой нашей программы. И сегодня героиня у нас узамбарская фиалка или сенполия. Ну, цветок действительно заслуживающий внимания и того, чтобы ей посвятить целую передачу. Красивая. И красивая не только в цвету, но красивая даже когда она не цветет. У нее замечательная розетка листьев. Листья такие бархатистые, немножко ворсистые. И сортов фиалки очень бывает много. Они все различаются друг от друга. Не только розеткой листьев, но и цветением. Цветы бывают самых-самых разных расцветок. И бывают махровые, полумахровые. Бывают простые. Разная окраска. От белой до самой-самой темной, синей или фиолетовой. Но наша фиалка, вы видите, она фиолетовая, простая, не махровая, с желтым сердечком, глазком посредине. Цветет шапкой. И, наверное, многие цветоводы любят фиалку. И всем хочется, чтобы она очень активно у них цвела. И мы сегодня будем говорить об этом. Как же нам добиться хорошего цветения. Я сама тоже очень люблю фиалки. Поэтому не применула сегодня рассказать об этих прекрасных комнатных цветах. И хочу сказать, что фиалка, она любит компанию. Вот я пробовала выращивать фиалки. Когда она стоит одиночно, среди других цветов, других горшков, она как-то теряется. А вот когда у вас есть несколько горшочков с фиалкой, да, еще разные окраски, они как бы друг дружку поддерживают, помогают и соревнуются между собой. И у меня была коллекция. Ну, может быть, коллекция-то громко звучит, но было, наверное, 15 сортов различных фиалки. Я ее долго пыталась пристроить в себя в квартире. Она в этом плане очень требовательная. Она мне не захотела расти ни в спальне, ни в большой комнате, только на кухне. Она не росла в других комнатах. Она не умирала, но она не цвела. А вот кухня ей почему-то очень понравилась. И когда у меня зацветали все фиалки, я им купила, во-первых, одинаковые формы и цвета, горшочки небольшие, пересадила их все. Зрелище, ну, просто красота была неописуемая. И она меня очень долго радовала, моя коллекция фиалок. Пока я не завела двух кошек, им тоже очень понравились мои фиалки. Они их облюбовали и любили лежать вот на вот этих горшках. Поэтому с фиалками мне пришлось расстаться. Но я знаю, что многие цветоводы любят фиалки. То есть, насколько бы вы не любили растения, все-таки ради кошек пришлось отказаться. Пожертвовать, пожертвовать. Но сегодня буду рассказывать, как добиться такого буйного цветения. Потому что иногда фиалки цветут единичными цветами, но нам ведь хочется, чтобы они росли шапками большими. А вот для того, чтобы добиться такого дружного цветения, нужно знать некоторые тонкости по уходу. Нужно не только любить фиалку, но и любить ухаживать за ней. Наталья Викторовна, так как же правильно ухаживать за фиалкой? Какие требования предъявляет этот цветок? Вы знаете, назвать ее капризной я не могу. В принципе, цветок достаточно прост в выращивании. Но есть некоторые нюансы, которые обязательно нужно знать любителям фиалок. Во-первых, фиалка предъявляет требования к почве. Вот взяв почву на огороде у себя, где-нибудь на дачном участке, привезя домой и посадив туда фиалку, ничего хорошего вы не дождетесь. Фиалка любит землю рыхлую, чтобы она хорошо пропускала и воздух, и воду, влагу. Поэтому, конечно, чаще всего наши любители фиалок покупают почву готовую. В магазине есть специально расфасованная почва для синполей, для цветущих узабарских фиалок. Но некоторые умельцы, они и сами тоже готовят почву. Они уже знают, что нужно их фиалке. Это нужно вершинный верховой торф, нужно перлит или вермикулит, песок смешать в равных пропорциях. И рыхлая, нормальная почва, не кислая, для фиалки готова. Поэтому почва должна быть вот такой, не тяжелой, не без удобрений органических, потому что фиалка будет у вас тогда жировать без азотных удобрений. Вот такая легкая, с торфом, с песком. И можно купить готовую, если вы не можете сами приготовить почву. Теперь второе условие, которое предъявляет требование, которое предъявляет фиалка, это горшок. Вернее, не сам горшок, а его размер. Фиалка не будет расти в большом горшке. А многие покупают фиалку в маленьком горшочке и думают, так, приду домой, обязательно пересажу, вот в большой горшок. Это такая грубейшая ошибка. Фиалка любительница тестного горшка, небольшого. Диаметра 10 см, запомните, не больше. Если вы посадите ее в большой горшок, она не то что не будет свистеть, она может даже прекратить рост, развитие свое, потому что корневая система будет активно пытаться освоить земляное пространство, земляной ком. Вы будете поливать эту землю, будете ее закислять, и фиалка просто может погибнуть. Будет рост корней активный, а развитие розетки и цветения вы точно не дождетесь. Теперь, что касается света. Конечно, как все цветы, фиалка любит цвет, особенно когда она цветет. Но свет должен быть рассеянный. На южном окне нежелательно ставить горшок с фиалкой, потому что жарко будет. На северном тоже разговор даже не ведем, потому что цвести не будет, да и расти не будет. А вот восточное окно – самое лучшее место для символии. И она любит температуру 20-25 градусов. Это наша комнатная температура. Вот то, что она любит. Конечно, в поливы не стоит засушивать фиалку, потому что это такое растение. Если вы вовремя не полили, растение теряет быстро тургор, и потом, как бы вы не пытались восстановить поливом обильным, ничего не получится. Есть цветы, которые, ну, не полил, через 2-3 дня пролили хорошенько ком. Они, смотрите, снова тургор поднялся у них, они стоят зеленые и веселые. В фиалке этого не наблюдается. Те листочки, которые увяли, все, их не восстановить. От них придется избавляться, удалять. И фиалка не любит, когда ее опрыскивают, потому что у нее ворсистые листочки. Вода будет задерживаться на вот этих листьях. Похожая на бархат. Да, немножко вот бархатистая. И особенно не любит, чтобы вода попадала на цветы. И поэтому, когда будете свои остальные экземпляры комнатных цветов опрыскивать, они любят опрыскивание, то фиалку обходите стороной. Фиалка этого не любит. Подкормки тоже любит. Любит, потому что, особенно когда цветет, большой вынос питательных веществ. Но не злоупотребляйте азотными удобрениями. От азотных удобрений будет расти вегетативная масса, будут большие листья, а цветения вы не дождетесь. И жирную почву не любит. Поэтому, подкармливая фиалку, не забывайте, что ей нужны удобрения, разведенные в два раза меньше, чем для других цветов. Мы с вами как поступаем? Взяли лейку, набрали воды, добавили удобрения, как положено, там колпачок на литр воды. Пришли с нашей лейкой, мы делаем подкормку комнатных цветов своих. И все дружненько пролили, одинаково. Узамбарскую фиалку так поливать нельзя. Для нее сделайте другую концентрацию, в два раза меньше. И ее нужно подкармливать раз в месяц, не больше. И только в период активного цветения, с весны до осени. Наталья Викторовна, запомнив ваши нехитрые советы, можно прекрасно обзавестись и принести себе домой этот цветок. И укаживать, он будет радовать своим цветением вас и ваших близких. Но если говорить о пересадке фиалки, как часто необходимо пересаживать это растение и нужно ли вообще это делать? Если в принципе любит она небольшой горшочек, может быть так и оставить ее, пускай себе растет и не трогать лишний раз фиалку. Можно оставить, но тогда получится, что она у вас как бы будет однолетняя. Хотя на самом деле фиалка растение многолетнее и может жить долго. Но, как я вот увидела на практике, многие считают, что купили фиалку, она отцвела. Дальше она стоит, теряет постепенно листья, стволик оголяется. Получается она как пальмочка. У нее без листьев стволик, на верхушке у нее несколько листочков, она постарела. И если не пересаживать, то, что и делают большинство, выбрасывают. Считается, что фиалка свое отжила. А на самом деле фиалку нужно давать ей как бы вторую жизнь, потому что она многолетнее растение. Когда она растет, отцвела, она дает боковые розетки. Вот их нужно обязательно убирать из горшка. То есть она таким образом размножается. Если вы не будете это делать, у вас будет очень пышный куст. Она просто будет там, но без большого количества почвы, без большого количества места, она просто будет пропадать. Израстаться. Мы пересаживаем для того, чтобы ее рассадить, а второй в обед раздать своим друзьям. И как бы ее омолаживаем. Чаще всего мы пересаживаем фиалку весной. Это обязательно нужно делать. Вот после февраля месяца, начала марта фиалки пересаживаем. Хотя некоторые пересаживают даже два раза в году. После активного цветения осенью. Но, наверное, они очень сильно любят свои фиалки. Поэтому они создают им такие комфортные условия. Чаще всего, когда фиалка у вас отсвела, и вот появляются вот эти стволи, как я сказала, пальмовые, да, он начинает потом становиться трухлявым, стареет. И некоторые берут фиалку и обрезают прямо под уровень земли. Остается корневая система только. И все. Дальше фиалка начинает сама себя как бы восстанавливать, реанимировать. У нее появляется новая розетка листьев. И она оживает. Дается ей как бы второй шанс. Некоторые поступают по-другому. Берут вот эту фиалку, которая уже такая устаревшая. Ее просто сажают поглубже. Вот этот стволик просто засыпают почвой. Она тоже начинает жить. А некоторые поступают совсем просто. Берут фиалки, которая уже отсвела, берут листочки, укореняют их и дают фиалке вторую жизнь. Тем более, что размножать, укоренять фиалку очень просто. Вы берете обычный листочек, срезаете его прямо у основания розетки, ставите в воду. Проще некуда. Через 2-3 недели ваши листочки укореняются, появляются корешки. Их можно сажать в горшочек с почвой. И вот эти укореневшиеся листочки, и новая розеточка, вот эта, она в новой почве, фиалка ваша, просто начнет расти очень быстрыми, ускоренными темпами. А еще, если вы хотите, чтобы она и цвела шапкой, вы должны первые бутончики, которые у нее появляются, у молодой розетки, обрывать. Конечно, как, это не трудно, неохотно мы это делаем, потому что с нетерпением ждем, когда же она зацветет, и вдруг я даю совет, чтобы вы первые бутоны обрезали. Но удаляйте бутоны, тогда через недельки, через 2-3 она наберет новую силу и зацветет дружно, красиво, шапкой, не единичными цветами. Так что вот такой несложный уход за фиалкой, но нужно знать, как правильно ее выращивать, и тогда будет у вас шапочное цветение синполии дома. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания, всего хорошего.